Привет, с вами Федор и канал FXPC. Мы с вами уже довольно основательно изучили боксовый AMD-шный кулер. Это тот, который с RGB-подсветкой, который называется PRISM. И в том видео про боксовый AMD-шный кулер я обещал потестировать его против мощного шеститрубочного здорового термалрайта. К сожалению, сразу после съемки того видео я этот кулер уронил и погнул пару трубок. Но ничего страшного, потому что у меня есть другой мощный толстый шеститрубочный термалрайт. Это тот, который мачо в комплекте со 140-мм вентилятором. А чтобы видео было еще интереснее, мы посмотрим на них в сравнении с шеститрубочным снеговиком с Алиэкспресса. С двумя 120-мм вентиляторами. В теории хороший и дешевый кулер. Посмотрим. Прогревать все системы охлаждения мы с вами будем при помощи восьмиядерного Ryzen 7 1700, разогнанного до 3,8 ГГц. А для того, чтобы обезопасить себя от каких-либо ошибок, я предварительно прогнал часовой стресс-тест. Так мы с вами знаем, что система абсолютно стабильна. А также, чтобы обеспечить максимальную честность теста, я поддерживал температуру в комнате на уровне 24 градуса при помощи кондиционера. И чтобы нивелировать влияние каких-либо настроек материнской платы, мы с вами будем использовать простой переходник для того, чтобы подключить процессорный вентилятор напрямую к 12 вольтам. Это значит, что он будет дуть постоянно с максимальной скоростью и прокачивать максимально возможное количество воздуха. А также анализировать мы с вами будем не только температуры, но и уровень шума и сложность установки системы охлаждения. И начнем с AMD-шного боксового кулера. Устанавливается он крайне просто. Обычная привычная AMD-шная скоба. Вдеваем ее в петельку с одной стороны и защелкиваем с другой. Если хотите управлять RGB-подсветкой у кулера через материнскую плату или сторонний контроллер, тогда придется к кулеру подключить еще и дополнительный кабель. Для управления RGB-подсветкой. Красиво, просто и эффективно. Обдувает систему питания процессора, немного попадает на оперативную память, а также на кулере есть регулятор оборотов. Два режима L и H, то есть Low и High, то есть низкие и высокие. В обоих режимах вентилятор работает достаточно громко. Но не забывайте, что он подключен к 12 вольтам. То есть никто и ничто его не ограничивает, кроме этого регулятора на самом вентиляторе. Давайте послушаем. Спустя 10 минут напряженного стресс-теста в АИДе на низких оборотах вентилятора получаем 69 градусов. Выкручиваю высокие обороты и жду также 10 минут. Получаю 64 градуса. Отлично, у меня есть выбор между тишиной и производительностью. Теперь давайте перейдем к следующему кулеру, к снеговику. И в теории он должен быть намного лучше, потому что теперь у нас целых 6 тепловых трубок вместо 4-х у боксового, намного больше алюминиевых ребер у радиатора, а также целых 2 120-мм вентилятора против 1 92-мм. Устанавливается он по такому же принципу, все та же AMD-шная скоба, но на сей раз нужно прилагать несколько больше усилий. Уровень шума крайне приятный, вентиляторы тихие. Давайте послушаем. Кстати, хоть вентиляторов и два, но подключаются к материнской плате, они всего через один единственный коннектор. Это очень удобно. А чтобы снять этот кулер, уже придется раскручивать винты на материнской плате. Иначе приложить достаточное количество усилий практически невозможно, тем более в рамках корпуса. Так а что там по температурам? Все те же 69 градусов. То есть в отличие от боксового AMD-шного кулера, мы с вами выигрываем только по уровню шума. Еще пару слов по методике теста. Каждый раз я полностью стирал всю оставшуюся термопасту и наносил новую свежую Arctic MX-2. Просто пупырышек в центр процессора. Под весом кулера паста идеально размазывается и заполняет абсолютно все полости, которые должна. Если посмотреть на скальпированный Ryzen 1700, то мы увидим, что мой слепок полностью покрывает чип самого процессора. Окей, сейчас придет Thermalright Macho и покажет, кто тут самый настоящий альфа-самец. Он у меня уже многое повидал, побывал не в одном десятке компьютеров. Это хороший кулер, который мне очень нравится. У него 6 тепловых трубок и в отличие от предыдущих кулеров нет прямого контакта между трубками и теплораспределительной крышкой процессора. На этот раз у нас есть теплораспределительная пластина из никелированной меди. Кулер красивый, асимметричный дизайн радиатора позволяет установить вентилятор так, чтобы не перекрывать слоты оперативной памяти, но при этом сохранить объем радиатора. В плане шума Thermalright безоговорочный победитель. Это самый тихий кулер, который я сегодня тестировал. И опять же, его 140-миллиметровый вентилятор работает на 100% оборотов. То есть в реальности он будет еще тише. А что по температуре? Все те же 69 градусов. Как бы странно это сейчас не звучало. И последнее, что я проверил, это боксовый AMD-шный кулер на низких оборотах, подключенный в разъемно-материнской плате. В биосе я выбрал профиль Silent, то есть тихий. И спустя несколько минут стресс-теста я получаю 74 градуса на процессоре. При этом вентилятор работает тише, чем в предыдущих случаях. Но тем не менее и снеговик, и Thermalright оказываются еще тише. Выводы? Да фиг его знает, если честно. Термопаста нам с вами никак не мешает. Обороты вентилятора зафиксированы на 100%. То есть тоже ничто не мешает. Возможно, мы имеем разную продувательную способность у вентиляторов. И поэтому большой радиатор плюс слабый вентилятор не равно хорошо. То есть по идее надо бы протестировать все три кулера с одинаковым вентилятором на одинаковых настройках. И тогда мы с вами узнаем, какой же радиатор лучше всего. Но в этом конкретном видео мы с вами тестируем готовые наборы. То есть ровно в таком виде, в котором каждый из вас может это все купить. И получается, что здоровенный Thermalright Macho, что компактный, но при этом все равно довольно большой снеговик. И что боксовый AMD-шный кулер по производительности абсолютно одинаковые. Вся разница лишь в уровне шума, который вы готовы терпеть. На тесты трех кулеров для этого видео я потратил 6 часов времени. Поэтому ты сейчас просто обязан поставить палец вверх этому видео. Подписаться на канал, долбануть в колокольчик. Написать свое мнение в комментариях. А также посмотреть на ссылочки в описании. Там есть ссылочки на все кулера, которые были в этом видео. Может быть тебе что-то понравилось и ты что-то купишь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok